Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами FastTermalMight, и мы начинаем смотреть за второе карто противостояние 5 бомжей против команды Винит Майя в рамках последней Best of 3 серии на турнире Game Show Open, а не на Гранд Финале, конечно же. Ну, конечно, на последней моей Best of 3 серии, завтра будет финал последних квалификаций Казахстана, там сейчас играют Zero One против NL5, ну и посмотрим, кто же там окажется сильнейшим. Ну а у нас пока что, давайте быстренько приблизимся по пикам, за команду 5 бомжей играет Паклдор, Титан, Фейселс, Войт, Шадоу, Демон, в банах Рикимару, Тарксир, Винга и Сэнд Кинг. За команду же Винит Майя, Бэтрайдер, Дион Жигернаут, Адмирал, в банах Оракл, Тракса, Морфрин, Сларк и Луна. Думаю сейчас над своим пятым баном. Ребята, из пяти бомжей, ну сложно так ли кто-то будет, так, что это вообще такое, куда я нажал, так, я понял, это куда-то суда нажимаешь и странная пасхалка или что это вообще было, но это бан антимага. Думаю, что все-таки будет антимаг, но ладно, посмотрим, кто же на самом деле это будет. Пятый пик от команды пяти бомжей. Опять, господи, кто же, кто же. А если нажать на Элдер Ситана? Все, окей, то есть каждый второй скилл у нас выдаёт такую рамку. Это очень странно, я за год до ты первый раз, наверное, просто покликал на иконки вторых скиллов. Ну ладно, это на самом деле действительно очень-очень странно. Так, пять бомжей, пятый пик. Нужно брать скоро. Саппорта два есть, мидер в оффлейн есть. Кто же будет играть на кор позиции? Пять бомжей. Кто же, кто же, кто же это будет? На кор позиции просвечить гранату смотрится неплохо Свен. Смотрится, да, неплохо Свен, я скажу. Но будут ли брать Свена пять бомжей? Или возьмут какого-нибудь, даже не знаю, кого можно кроме Свена взять? Ничто тут просто на ум не приходит. Фантомку, наверное, можно ещё взять. Фантомка, Свен. Кто ещё может зайти? Интересно, от Виннидмани это будет Адмирал в мид или же Саппорт Адмирал? Просто сейчас зависит очень многое от пика Виннидмани. Саппорт ли это Адмирал или же мид Адмирал? Просто если это мид Адмирал, придётся брать второго сильного саппорта. Если саппорт, можно взять сильного мидера, который переиграет их коры, который будет также очень сильно мешать. Это Тимберсов от пяти бомжей, и это Керри Войт. Хорошо. Это Керри Войт и Виннидмани. Неплохо смотрится здесь на самом-то деле Разор, но посмотрим, будут ли у нас Виннидмани брать Разора. И действительно, Разор бы тут зашёл просто на 10 из 10. Он прибивает Тимбера, он высасывает урон из пака даже в Астрале. Может высасывать урон из Вайда. Ну и вообще универсальный персонаж и очень-очень силён, так что его действительно можно взять. Но... Но что? Но что? Но что? Что-то останавливает команду Виннидмани. Что же это? Пятый пик от Виннидмани. Серьёзно, почему бы не взять Разора? Ну это Шторм Спирит. Ну, Шторм Спирит, так Шторм Спирит. В принципе, их выбор. Шторм тоже неплохо дамажит. Может он сильно мешать Войду, может сильно мешать всем. Ну что же, вторая карта нашего противостояния. Поехали. И кто же окажется сильнее на второй карте? Напоминаем, что на первой карте у нас победили ребята из команды Виннидмайя. Может быть сейчас будет 1-1, а может быть будет 2-0. Ну что же, посмотрим, посмотрим. Итак, возвращаемся мы в игру. Давайте посмотрим, кто же на ком играет. У нас даже доты сейчас не вылетают. Хороший знак, но вот вылетает Телк Джигернаута, Адмирал, Жиду Демона и Элдер Титана. Нет, это Джигернаут просто приостановляет игром. Хорошо, еще отключается пак. Давайте представим, кто же на ком играет. Вот ребята, в принципе, разобрали своих персонажей. За команду Виннидмайя играет, да, на Адмирале, Эфф на Леоне, Питон на Джигернауте, Мулик на Бэтрайдере и Плюр на Шторм Спирите. За команду же 5 бомжей. Ультра сыграет на Элдер Титаре, Мадока Конами играет на паке, Майсмун на Тимбире, Нефрит на Фейсовой сваде И Эксесс на Шиду Демоне. Итак, ждем мы пока, что переподключится. 5 бомжей. Напоминаю я, что ребята, которые выигрывают Эту серию, Бест оф Три, Получают как минимум 25 тысяч рублей. Если они даже проиграют там все матчи, То есть выигрываешь, по сути, за команду 5 бомжей 2 карты, То получаешь как минимум 25 тысяч рублей. Выигрывают, если же 5 бомжей, Они могут вообще не играть, Не знаю, не поехать на лан, Изобретать свои 25 тысяч рублей. Но кому это нужно? Конечно же, никому все хотят бороться за ланах, На ланах выигрывать больше денег. Но, конечно же, ждем, ждем, ждем пока, что. Ребята, нажмут паузу, все еще мы ждем. Давайте посмотрим, что же взяли у нас мидеры. У пака в закупе 0 талисман, Файрифайр веточка и 2 запуленных тангуса. Против него в миду будет стоять у нас плюр, Который имеет абсолютно идентичный закуп. И что у нас? Пак? Ладно, давайте посмотрим. Просто я, в принципе, все, что можно сказать по этому турниру, уже сказал. Ах, и так, конечно же, лан-финалы. Это онлайн-лан-финал, точнее, господи, онлайн. Гран-финал-лан-финал будет у нас. То есть, 4 команды из каждого региона поедут на гран-финал. И уже, по-моему, едут у нас ребята из команды взвод. Одолели они в финале команду Каманчи. Этого действительно была очень жесткая заруба. И не хотели Каманчи давать просто так победу. Но все же взяли и проиграли игру команду взвода. Ну, в принципе, взвод это парни из бывших Элементс One или Элементс Про Гейминг. Ну, действительно сильные парни. Ну что же, тем временем здесь у нас на топе Виннидване заходят. И аккуратненько, очень аккуратно играет. Тимперсоны на боте также очень аккуратно отыгрывают воет. И пак должны, наверное, поймать. А нет, Тимпер вообще никак не поймают. Потому что просто нечем ловить. Тем временем здесь у нас ультра. С ультра заходят и фейкует на вард вот здесь вот. Но поверят, либо, может быть, просто прочекали инвентарь и поняли, что ультрас нас фейкует. И так забирают руну. Что ультрас сверху, снизу забирают у нас руну пак. В принципе, мидеры просто-таки забрали свои руны. Ну и начинается игра. А Леон, посмотрите, что делает Леон. Леон, боже мой, Леон, он же хочет подрезать Курьера. Только не Курьер. И сейчас очень сильно прогорит. Мне кажется, у пака пока что себе фласочку не несет. И, по-моему, он даже и не будет нести себе эту фласочку. Ибо и уже, если хотел бы, себе понес. Но считает, что ему хватит двух тангусов. Но вот Штурмспириту уже прилетела фласка. И, наверное, сейчас почувствует у нас, подруг Канами, что нужно ему все-таки взять эту фласку. Что почувствует или нет. Пошел Тором. Тором никуда. Леон по-прежнему ждет. Ну, Леону, в принципе, еще можно секунд 30-40 здесь постоять. И все-таки покупает фласку у нас пака. И сейчас будет перехватывать Курьера Леон. Главное, чтобы он отсюда не ушел и не разжировался в себе. Нет, он уходит. Или не уходит. Не уходит. Не уходит. Или уходит. Не уходит. Все-таки попросили его еще 5 секунд подождать. И Леон. Леон видит Курьера. Леон видит Курьера. Идет на перерез Курьеру. Одна тычка есть. И вторую тычку сразу же дает. Отменяют Курьера. И Курьер умирает с флаской. И посмотрите. ФФ танцует. Насмешка над мертвым Курьером. Конечно же. Лучшее, что может быть. Задавайте, мне нужно, конечно же, всегда ловить фан с дотой. Потому что она же именно для этого, собственно, и создана. И Питон стоит сверху против Майсмуна. Кринем Питон. Питон должен по Майсмуну. Но Майсмун очень более дамажен по Питону. Питон добежается дома Майсмуна. Раскручивается Питон. Майсмун и Майсмун просто улетает с Тимберчейна. На боте же у нас стоит Муллик против Нефрита. Ну что же, Нефрит на Фейсву и Свойде. Посмотрим, сможет ли у нас этот Штарм Спирит получить. Точнее, показать такую же сильную игру, как и прошлый Воид. Ну, прошлый Воид у нас очень мало нафармил. Но Купола от него действительно были отменные. Питон, она за Питоном заходит. Хотя здесь у нас могли же посадить Ультраса на крест. А хотя нету раскрутки. То есть, если бы был у нас Блэйд Фьюри у Джиггернаута, то там можно было просто посадить на крест, вернуть на торрент, раскрутиться. И, соответственно, это был бы легчайший фраг для Питона. Но, к сожалению, была раскрутка в КД у Джиггернаут. И тот ничего не смог сделать. Так, здесь у нас Адмиралт поедает деревья потихонечку. Тимберсов уже, тем временем, у нас какого левела? Тимберт у нас второго левела. По-прежнему, Элдер Тетан первого левела. На боте Бэтрайдер получает почти что третий. Но вот, войду здесь, довольно-таки легко стоять. Хотя здесь посмотрите, что здесь делают с Тимберсом. Тимбера подкапывают, раскручиваются на Тимбер. Майсмун должен давать ему арку. Или Марка уже была? Марка уже была. Но просто, напросто прогоняют у нас Майсмуна. И не дают ему получить экспириенс. Но все равно тот подходит обратно к рипам. Внизает свою фласку. Там, тем временем, Элдер Тетан погибает от Пака и Джиггернаута. Все равно не было ФБ. Получают 78 золота и нет майни. Это какой-то странный файт-рекап. Там, мне кажется, все-таки больше было, чем 78 золота. Ну и что же. Торрент по Майсмуну. Майсмун поднимает его на торрент. Ну и все равно, ведь будут заряжать ему крипы пассивку. Пока что хоть пассивка и первая. Но все равно она работает. Она очень-очень противная. Так, Малик. Или Майлик. Ну, наверное, Майлик. Майлик, Майлик. Так, и почти что у него есть Транквилы. Нужно, чтобы ему курьер, собственно, Транквилы. Прямо так у нас вводят. Китайцы с Майликом. Майлик убегает. Ну, в принципе, Майлик мог как-то поагрессировать на Вайда. Скинуться сиренем там на... Выход на Майсмуна. Майсмун. Майсмун, да ладно, как же он по таймингу все сделал. И улетел на Тим Мерчиня. Ну что же, пять бомжей. Не хотят отдавать эту игру ни в какую. Там я слышу, что у нас Леон снова там сует, что ли. Что он этот раз сделал. Нет. Не танцует. И отхиливают еще и МП от Тимберу. Чтобы тот, если что, мог улететь на Тимберчиня. Итак. Джиггернаут. Джиггернаут. Продолжает стоять. На боте. Бэтрайдер почти что четвертого левела. Ну и Бэтрайдер, в принципе, себя здесь, наверное, должен неплохо чувствовать. Ну, сейчас скоро ему прилетит курьер с Транквилами. И тогда будет вообще все шикарно. А кто выигрывает МИД? А МИД выигрывает у нас Штарм Спирит. У него имеется 25 на 4 Крипстат. При всем при этом, что еще и подрезали у нас 5 бомжей Курьера. И еще, посмотрите, у Пака всего лишь 16-1. То есть Штарм Спирит довольно-таки неплохо обходит своего оппонента по фарму. И обратно возвращается в МИДЛ. Хочет купить себе сейчас СОУ РИНГ. В скором времени у него появится как раз-таки СОУ РИНГ. Но пока что еще не будет. И так, посмотрите, МОДОКО. МОДОКО здесь хорошо выворачивается от, собственно, на ОВРЛОДА. Ну, получает еще один. И юзает фласку, который должен был себе ввести. Огромный куча времени назад Питон раскручивается. Раскручивается на Мессмуна. Ну, и Питона должны отхиливать. У Питона есть также фласка. Все сейчас теряют львиную дозу своего хила. Ну, и что же будет у нас дальше? Где же Б? Здесь Майлик. Майлик. Хорошо. Три стака на палму по вайду дал. Уже четыре. Можно, в принципе, дальше идти агрессировать. Пятый стак, но нет. Просто-напросто Неврит отходит под свою вышку. И здесь у нас Тимбер, пятый Лео. Кстати, уже Тимберу просто невероятно много дают. Всего. Серьезно, то есть у него есть вроде бы золото. Давать четыре добиты хрипа. И даже Экспириенс. У него есть пятый левел. Теремь есть у нас выход на самого Тимберсо. Пошел, наверное, сон по ФФу. ФФ очень больно. ФФ. ФФ должен давать подкуп. Хорошо, ФФ еще живет. Сажает на крест. У нас Тимберсо. У нас умирает Лео. Но нету мана теперь у Тимбера. Нечем его забрать. Ну, очень и очень сильный персонаж. Виннидмани начинают проигрывать. И только у них топ-линия проигрывает. То есть Мид чувствует себя довольно-таки комфортно. С топа до сих пор не было ФБ. Серьезно. Видимо, у нас ФБ так и не будет. То есть комментатор именно самой игры не говорил про Ферст Блад. Итак, продолжается игра. Выход на пак. Сейчас пак. Пак. Получает очень много урона. Пак должен отъезжать у нас. За паком выйдут Ли. Пак живет. Ну и что-то не доиграл тут у нас с Плю. И Плюр в итоге отпускает своего оппонента. Так, Питон. Питон пятый левел. У Фейсово это также пятый левел. Давайте посмотрим на общую ценность. На первом месте находится Штарм Спирит. На втором воет. На третьем Тимберсоу. И лишь на четвертом находится Джиггернаут. Так у нас Майлик. Майлик сейчас может умереть. Нажимает он стики. Нефрит. Нефрит очень больно. Кстати, даже с щитком. Четвертый стак Майлик накидывает. Ну и понимаете, сейчас 6 стаков будет. Посмотрите. Нефрит. Чуть ли не умирает. Если бы там урца дала Клэп. То вы понимаете, что там было бы. Так, минус Элдерти. Там сюда приходит пак. Сразу же минус. Адмирал. Подкоп по паку. Пытается убежать Питон. Питона нечем цеплять. Питон. Питон живет. Но все-таки долетает Чакрам. И минус Битон. Никуда. Он уже отсюда не уйдет. Битон живет. И умирает. Итак. 4-2. Счет. Леон. Леон почти что третий левел. Ну вот пак пришел. Узагангал еще видит ФФ. Ну и ФФ нафидел. Боже мой. ФФ. Хотя Мансит. Посмотрите. ФФ до сих пор у нас жив. Пытается отманситься. Итак. Мансит в деревьях. Мансит за этим большим деревом. Начинает мансить в кустах. И ищет его пак не там. Ищет его пак не там. Посмотрите. Шторм спирит. Ждет пака. Но. Нет. Все таки спалил сейчас своего тиммейта. Пак решает что не стоит это делать. Не стоит туда идти. Хотя ФФ. ФФ. Улицаленс в лицо. Нету теперь маны у пака вообще ни на что. Так что будет скорее всего он платится за свой поступок. Смотрите что спак все еще живет. Да ладно. Хватает маны на орб. Прожал стики. И таки выживает. Раскручивается. Террина тимберсова. Тимбер по прежнему живет. Но вот тимбера очень и очень сложно добрать на данной линии. Есть у нас конечно же контроль. Но его невероятно мало. Ну и что же продолжается игра. 5-2 счет. По графикам все в нуле. В принципе никто особо-то и не видел у нас. И вся команда играет примерно одинаково. Ну и адмирал. Пятый левел. Есть. Повод пак. Дримкуэл в никуда. Хорошо. Пак. Отличный. Выход. Сажает. Тем временем у нас на торрент шедоу демона. Но тот себя прячет в астрал. И в итоге. Выживает. Ну. Его просто не пробили. Так бы он немножко потерял хп. Конечно же его бы не убили за один торрент. Но все же. Итак. Леон в мину. Пытается получить экспириенс. Хотя бы на 3-й левел. Хотя бы на мана дрейн. Хотя бы чтобы все кнопки можно было прожимать на этом персонаже. И так. Ну я думаю в принципе должен с этого крепача как раз таки получать у нас мана дрейн. И. Да. Получает 3-й левел. Вкачает ли он мана дрейн или вкачает стан или хекс на 2. Вроде бы пока что непонятно. Третий левел уже. ФФ. Вкачает все-таки стан на 2. Понимает что мана дрейн на первом левеле особо-то и не полезен. Нефрит. Нефрит. Лично. Хитация у нас с Майликом. Пошел Торан. Ну а здесь нефрит просто уходит на таймволке. И питон продолжает стоять на топе. Тем временем почти что седьмой левел. Он уже в скором времени появится у него еще и фейзы. И что у нас в боте? А в боте у нас нефрит. Нефрит, который, собственно... Вживает после всего, что... Ну серьезно, у нас нечего предъявить пяти бомжам. Они просто ходят и... Могут пешком уходить из всех ситуаций. Так что здесь поймали шеду демона. Шеду демона забирает. Еще можно подцепить война. Вот. Сон у адмирала. Адмирал спит. Его будет. Адмирал. Еще и у нефрит упрохает башек. В итоге заканчивается фаерфлай. У нас просто-напросто у бот райдера. И выживает воид. Итак, питон. Питон раскрутился на Майсмуна. Но вот тот выживает. Если тот подойдет еще раз к питону, то может получить умни слэш в свое лицо. И, соответственно, уже явно... Он никуда не дадут... Посмотрите. Умни слэш можно давать. И что это от Майсмуна? Что он хотел здесь делать? Там же уже восьмой левел джиггернаут. Он что, подумал? Что пощадит его, пощадит его, пощадит его питон и не даст свой первый умни слэш? Даже с первого мне слэша он умирал. Там 600 урона плюс урон... Плюс еще тычка с руки. Очень много урона ведь у питона. Ну ладно. Берет питон у себя фейзы. Боже мой. Ну это детские ошибки от Симбера. Просто что за ошибки? Ну и, возможно, из-за таких ошибок они и проиграли первого игрока. Тем временем готовится выход у нас на пака в мид. Но я думаю, что здесь приоритетной целью для Шторм Спирита будет раш какого-нибудь Арчида. Для того, чтобы легче было убивать у нас пака. Так, или они здесь цепляют... Тимбер, а Тимбер на торрете. Под кораблем еще расключиваются питоны. Неужели Майсмун у нас в порядке? Нет! Майсмун выживает просто на 80 хп. Как же ему здесь повезло. Невероятно. Не хватило совсем чуть-чуть. Шторм Спирит теперь не забирает у нас две пака в мид. Приходится вот так же у нас воет. Воет должен стать в хроносферу на Майлик. Майлик, как он попал в хроносферу? Боже мой. Сон по ФФ. ФФ также спит. Будет ФФ подкоп. Подкоп по нефриту. Нефриту очень-очень больно. Еще и тычку ему дают. Плюр может дальше за нефритом идти. Сажают нефрита на крест. Возвращают его прямиком на торренты. На реминанты. Должны брать нефрита минус нефрит. Но здесь у нас также плюр под ультимейтом Элдорстанда. Ставится Дримкоил. Минус Сторм Спирит. Подкапывает Маду Конами. Маду Конами должен ловить у нас еще хотя бы Леона. Леон декупается себе сразу на все деньги, которые только может. Понимая, что вряд ли он здесь уйдет. Хотя бы Ультрас. Ультрас может умереть. Ультрас запинали. Это даблкил для ДА. И Симбер у нас разбирается с Джиггернаутом в топе. Ну, Тимбер все-таки очень сильный персонаж. И Джиггернаут, ну, то его убивает, то от него умирает. В принципе, всяко бывает. Итак, Адмирал-то там, тем временем, уже седьмой левел. Четвертая марка, второй торрент и первый корабль. У Пака тоже не особо хороший счет. У него есть одна смерть. Но, возможно, потом его не так-то просто будет ловить. Итак, Маду Конами забирает баунти руму. Выход на Тимбера в топ. И летит у нас Адмирал со Штром Спиритом. Там сажается, говорит, Адмирал... Да ладно, Тимбер! Минус Тимбер, взрывается просто этот бешеный лесопил. И, конечно же, очередной фраг для Ви Нит Мани. И что же, Питон? У Питона не так все хорошо. У Питона 4200, хоть там и примерно настолько же у Тимбера. Но вот у Вайда много больше ведь. Просто у Вайда есть какой-то фрифарм. Еще получает у нас просто Пак. Снова Фингер в свое лицо. И умирает, пытается лишить ману у нас в Фейстове Вайда. Но у Фейстове Вайда уже четвертый таймволк. Там кулдаун всего лишь 6 секунд. Нефрит начинает хитаться. Нефрит живет. Ну, таки просто Нефрит ничего не боится за счет того, что таймволк четвертого левела. И неплохо начали бить в ответочку Винни Дмани. И что касается лейта, я даже не знаю, кто сильнее в лейте. Воид или Питон. Ну, в любом случае, есть и Шторм Спирит. А это просто Воид с Паком. Но очень сложно сказать. Тут зависит многое очень от исполнения. Но пока что, даже не знаю, очень ровно играет. Хоть и Винни Дмани начинает лидировать по золоту и по экспириенсу. Итак, Питон. Почти что. Десятый левел. Ну, Питон покупает себе Яшу. Ну, в принципе, такой стандартный запак Джиггернаута. Но если это опять будет Джиггернаут через Диффуза, Яшу, то у него же дамага не будет. Ну, то есть, нужно ему что-то другое собирать. Ну, вот, Манту, Дезолятор, Владимир можно собрать. Это дает тебе неплохо дамага. Но вот, все равно, с Топором критует по 300. Ладно, возможно, у него сейчас неплохо урона. Но, опять же, там очень жирные персонажи. И Джиггернауту серьезно нужно приковаться в неплохой урон с руки. Итак, Джиггернаут. Теренем, ставится на него хроносфер, пока также Тимберсул. И Питона здесь. Забирает. Питон живет, но влетает в корабль. Корабль съедет. Неужели корабль съедет Питона? Тот нажимает просто сейф-тп. И неужели Питон живет, Питон живет? И да ладно, как так? Здесь еще и неужели выживет у нас Адмирал. Боже мой, как же они друг друга стоят, ставятся Дримкойл от Адмирала. Но тот кидает у нас просто-напросто торрент, поднимает Гибридов в торрент. Ну, и в итоге, да, очень много сейчас пространства выиграл. Пока что у нас убивали, да, могли бы спушить и миддллейн. Но пушить-то миддллейн некому у нас. Отходил, что у нас сперед с этой линии. Ну, и... Выход на Пака. Пакич. 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 Увозит еще Элдер Титана, чтобы тот не подсейвил. Но Элдер Титана сейвил. Как же много подсейвов у нас. У команды 5 бомжей. Но все равно минус Элдер Титана. Там разменивают на Адмирал. Он не спит. Может сейчас Нефрит, так что он может сейчас отъехать. Он бежит на Нефрит. Он здесь у нас тем временем на Пака пытались выйти. Где Пак, кстати. А Пак почти умер, лол. Пак почти умер. Пак почти умер. И 5 секунд. Нет, все-таки Пак делает упаут. Если бы сейчас кентавр что-то подошел и дал сам. Это было бы просто 10 ровов из 10. Но кентавры не такие умные под коп. Оооо. Это Тимберсо. Тимбер. Тимбер, нет. Не убивает Леона. Вышечка-то в беду все равно падает. Питон ее активно пушит. Достается она Джиггернауту. И у Джиггернаута уже ценность такая же, как и, собственно, у Вайда. И там скоро появится ведь еще и арчит у Штром Спирита. То есть у Штром Спирита все шикарно. У Штрома. Все на 10 из 10, наверное. Итак. Штром Спирит с Блотстоуном. Дракон. Зафармил у нас Джиггернаут Дракона. Ну что же. Опять Драка. Хотел только сказать, что... Ой-ой-ой. Да ладно. Здесь просто Леон на развороте дает палец в Вайда. Хотел только сказать, что у нас вроде бы более-менее все успокаивается. Но Виннидмани все равно продолжают лидировать на этой карте. Серьезно. То есть Виннидмани должны как-то пытаться прессинговать. Потому что сейчас у них есть Штром Спирит. И Штром Спирит, кстати, с Блотстоуном. Что интересно. Там еще умирают у нас где-то Тимберсона линии. Но это не так важно. Потому что Шторм должен сейчас летать и зарабатывать себе Блотстоун. На самом деле, что я думаю, что он собирается... Если только к концу концов арчит. Потому что там имеется пакет, там имеется Тимбер. И арчит действительно против этих персонажей смотрится довольно-таки неплохо. Но мне кажется, что он все равно соберет себе арчит. Но немножко позже. Потому что арчит действительно помогает в этой игре. Причем неплохо. И так Питон встречается с паком. Здесь пошел корабль. Но сейвит себя... Это не что-то, он сейвит себя. Это Элдор Титан себя сам сейвит. Ну и что же. В принципе, продолжают Виннидмани лидировать по ходу игры. Так, пак. Видят Шторма. Ставится Дрим Койл. Шторм. Шторм. Улетают из Дрим Койла. Хорошо, не получается там. Видят терение на Шторм Пакича. Должны забирать Пакича. Сажают Пака на крест. Пошел Торрент. Ну, Пак сейчас просто-напросто у нас улетит. Пак улетает на Арбу. Ну и в размен на одного Элдор Титана, который умер у нас немного ранее. Итак. Ну вот сложно поймать Пака без Сайленса. Как я уже говорил. Обязательно нужен Сайленс против этого персонажа. А иначе он от тебя всю игру и будет в ногах убивать. Убегать, конечно же. И ты ничего с этим не сделаешь. Так. Вышка. Падает. Тихоньку. Ну, не будут тебя дефать в ней. Или же будут. Или же будут. Пошел корабль. Начинает дефать в вышку. Залетает отличный корабль. Минус Шедо Демон должен быть сразу. Шедо Демон должен себя сейвить. Сам себя сейвить. Залетает Сибирсов. Одинночный корм на гречный урон. Наносится Хроносфера. Отличный Хроносфера. Также отличный раскол. Минус Лур должен быть. Даблкил. Уже есть в команде. Пять бомжей пытаются бежать. Петон. Петон без своего. У меня слышали. Здесь также срезают. Да. И на контр-иннициацию. У нас пять бомжей ловят своего оппонента. Здесь еще и Батрайдер у нас на хайграунде. Летает и пытается что-то сделать. Но вот действительно отличная игра от пяти бомжей. И что? Башня потихонечку падает. Должна она сейчас уже упасть. Вернее Батрайдер увозит нас к нефрита. Сразу летает наш Штормспилет. Должен не давать ему ничего сделать. Хорошо. Минус. Минус. Войт. Также минус и ультрас. Ультраса забирают. Не должны давать уходить. Также еще и Тимберсон. Но Тимберсон просто-напросто улетает с ТП. Улетает он на топ. Там как раз таки по фарму крипов. Ну и 14-17. Казалось бы что после отличного замеса у нас пять бомжей берут лидерство на себя. Но возвращают Виннидмани их в реальный мир. Так сказать. И снова не та кнопка. Боже мой. И дают знать о себе. То что ребята. Это был ошибочный файт. Ты посмотрите как мы можем. Мы действительно неплохо их раскатали. Там Рошан потихонечку падает. Рошан действительно падает. И причем неплохо здесь у нас рядом Бак. Бак очень хочет видимо залететь и украсть Аегис. Но получится ли у него это сделать. Бак. Ну и Штарм Спирит очень противный персонаж. Если дать ему как раз таки повод для фарма. То он будет потом ходить и действительно просто овнить тебя и всю твою команду. И его можно будет ловить только за счет каких-то станов Сайленса. Допустим Хроносфера. То есть хотя бы есть чем ловить Штарм Спирита. Хроносфера и Сайленс Пака. Ну опять же из Хроносферы можно улететь. Потому что она долго кастуется. А Штарм Спирит ну уж очень мобильный герой. Из-под Сайленса Пака. Сайленс Пака можно снять. И опять же. Можно замонтить от Хроносферы. То есть накинуть. Ну не дать просто в Хроносфере бить. Чтобы туда залетел корабль. Чтобы туда залетела баночка. Чтобы еще и ветра навайдет далее. Ну вы понимаете. Все. Дайте на сейв Штарма. Ну не все. Но просто постараться сейвить Штарма. Так здесь Сирени. У нас пытается найти бетраэдер. Бетраэдер просто сжигает крипов в лесах. Должны наверное дать сейчас свою верхнюю вышку. Нет не должны. Они-то забирают Т2 на боте. Им это в плюс. Хотя. Даже не знаю. Ты меняешь Т2 вышку на Т1 вышку. Да. Т2 вышка стоит дальше и ближе она к базе. Но. Т1 вышка дает тебе больше мобильности. И это тут очень спорный вопрос. Терять Т1 вышки крайне нежелательно. Хотя. Забирать в любом случае Т2 вышку. Нужно что-то делать. Винит Мани. А так бы они не задавали ни свою вышку. И не убили чужую. Так что. Такой размен приветствуется. Джиггернаут. Тереми Джиггернаута должны здесь ловить. Телепортируют сюда у нас флаг. Попытать поймать Питона. Питон от всего этого уворачивается. Ну и Питон живет. 20 минуты. 14-17. Лидирует в 5000 по золоту Винит Мани. По экспериенсу. Около 6 или 7 тысяч. Также лидирует в Винит Мани. Ну и. Вроде бы. Пока что. Должна успокоить играть. То есть да. У нас. Я не знаю. Должны ли осаждать Винит Мани. Мидл Тавер. И точнее. Будут ли они это делать. Потому что. От дефа. Пяти бомжам. Очень и очень просто дать свои скиллы. Серьезно. То есть. Ставится хроносфера. Как минимум. На двоих. Детсер сплиттер. Также примерно. На двоих. И ты с этим ничего не поделаешь. Но пошел. У нас. Там. Тимбер сплиттер. Так что. Наверное. Хотят. Отдать. Тир-2 вышку. И да. Дают Тир-2 вышку. Иначе бы. Я вирус. Терепортировался на базу. Ну. В принципе. Пока что. Вам пушат вышки. Действительно. Можно. Пойти пофармить. Пак влетает. Пак. Ну ладно. Пак просто. В итоге. Набайтил на Блэйд Фьюри. И Питон. Отходит. Не будет у него еще раскрутки. Целых 10 секунд. Но. Это ничего страшного. И так. Башенка. Это у нас. Должна упасть. Башенка. Продолжает падать. А там. Ну. Я не думаю. Что Тимбер запушит. Потому что Тимбер скрипает. У Чигернаута много больше урона по вышкам. Тут. Вязать Монто Стайл. Вышечка продолжает падать. Вышечка. Причем. Очень. Очень активно падает. И. Минус. Вышка. Отличная игра. Наверное. Хотели поймать. В пак. Который. Хотел. Наверное. Пытался бы. Поднайзить. Но. Не получилось. И так. До. Айгиса. Еще. Спушили все товара. Возможно сейчас. И так теперь они здесь вывозят пака. Пака должны забирать пак. Торрент. И сажают на крест пака. Прыгает Тимберсоу. Сразу взрывает. Да. Там. Терестается дремко. Вылетает корабль. У нас. Прямиком. Пака. Но. Нет. И. Получает. Фингер. Да. Ладно. Живет. У нас. Да. Должны его забирать. Здесь. Также попадает по хроносферу Тимберсоу. Пошел. Эрсприт. Кур. Спирит. И. Сторон Спирит. По-моему. Кайфово. Сейчас будет умирать. Он пойдет задается. Задается крипов. Не попадает своим сном. У нас. Селдер Титан. Ну. Пак после байбека что ли? Пак после байбека? Пак после байбека? Да ладно. Пак после байбека умирает у нас. И. Боже мой. Как же сейчас здесь. Получает много золота. И. Нидмания. Около трех тысяч. Преимущество по золоту. Ну. Что же. Должны заходить именно хайграунд. Остается последняя минута действия Аегис. И. Так. У нас хайграунд. Потихонечку. Он падает. Не фрит. А. Хорошо. Ё-ёй. Что же здесь делает Тимбер? Вот это конечно плей от Тимбера. Серьезно. Просто. Должно быть в хайлайтах. И. Наверное. Даже я вырежу это в хайлайтах. Это что ж. У нас с каждого матча уходит хайлайт МТВ. Прыгает Шторм. Хочет чтобы на него максимально много дали скиллов. Но сейчас кончится неожиданно у него Аегис. Буквально через 20 секунд. И он поймёт что не стоило так летать. Ну ладно. Было бы очень прикольно если бы он. Улетел. И у него кончился Аегис. И его там убили бы. Это было бы просто топ-рофу. Так. Шторм спирит. С арчиным. Почти что. Ну и хотя бы снесли почти что. Тир 3 тавр своего оппонента. Препадает. Аегис до следующего рошана ещё как минимум 4 минуты. Так что я думаю что будут терпеть Венитмани. Потому что играют они очень и очень сливого. И что же. Что же. Что же. Будут делать дальше. Но в принципе. Можно постараться пяти бомжам не отдаваться. Например вот так. Вот не фидить неплохо было бы. А нет. Ладно. Здесь у нас просто завысил. Особо трайдерик. Боск. Что делает Медока. Что. Зачем. Тиренем Медока пытается забрать Майлика. Пошёл у нас Хекс. Помимо Мадоки. Мадока. Войт ставит Хроносферу. Хроносфера по трейдер. Но успевает выйти на блинке. У нас Бэтрайдер. Пошёл. Эрфсплиттер. Детям потом нажимать. Правда свой рейдж. Влетает Штамон Спирит. Минус Мадока. Сейчас ставят Хроносмадоку. Но в итоге сейчас просто у нас Штамон Спирит ставят Риминант. Убивает Эксесса. Убегает Пак. Но размен должен быть в пользу для команды 5 бомжей. Потому что у них Пак живёт. Там тем временем у нас же Гернаут разбирается с этим или Шидоу Демоном. Погоня за Милией Майликом. Майлик минус Майлик. А где всё остальное? Здесь рядом Штамон Спирит. Ну вот хочет ворваться он на Пака. Видит Пака. Лоу. Да ладно. Видит на Пака. Пак канцлит свой телепорт. Нет, не канцлит. А ещё. И даже просто не читал его и так Пак. Пак ещё пытается уйти. Здесь Тимбер. Ну и размен 3 в 1. Ну и просто неожиданные. На неожиданности поймали у нас 5 бомжей своих оппонентов. По графикам 7500 лидируют We Need Money. По экспириенсу где-то так же 7500 лидируют We Need Money. Ну и в принципе всё должно быть неплохо у них. И получили некоторое количество золота себе опять бомжей. Тут у Тимберсова появляется 11 зарядов Блодстоуна. Крайне неожиданно. У Штурма уже 15 зарядов Блодстоуна. Ну и вот очень много трек в этой игре. На самом деле уже по-моему больше чем в прошлой. Да, у нас 26 минут и 40 убийств. У нас вчера... О, не вчера. Сегодня ещё было на карте. Сука там. 46 минут и 40 убийств. И вот это была убер-скучная карта. Но всё же и так, что у нас спирит. Отпушивает топ. Что там? По Рошану. Да, Рошану ещё минута. Теперь здесь у нас, смотрите, ловят ультраса. Ультрас. Ну, не должны отпускать Титана. Титана ещё иди под копию ловят. И минус ультрас. Хорошо. Убили Титана. Нужно попытаться словить остальных. Итак, Леон бегает. Ну вот, ещё тысячи своего оппонента. Пытаются найти. Но, конечно, подставляется один ультрас. И заходят на Тир-2 по топу. Ну что же. Винитмани очень активно сносит вышки. В принципе, у них есть на это потенциал. Но вот думаю, как же выиграть тем временем. Потому что пока что нет вот этого камнеголового парня. Ходить на хайграунд смысле. И отпадает ещё минута спавна. А ей спавна Рошана. И сейчас вот забирают Тир-2 Тавер. Ждут. Рошана заходит на хайграунд по миду. Главное здесь очень аккуратно сыграть в Айду. В Айду Тимберсоу уничтожает. Что это? Илюзии, да. Или везде Джиггернаут уничтожил. Но ничего страшного. Джиггернаут, я думаю, явно не расстроился. Итак. Бэтрайдер. Фринги Тимбер. Ну просто все уходят на пленгах. Просто какая мобильная команда. Леон Блинк. Бэтрайдер Блинк. Ну просто ещё и Джиггернаут быстро так ловит. Да. Полетел корабль у нас. И в итоге просто-напросто потратили Дримкуэл и серьёзно поднимать. Терене у нас в ветра себя сам Пак. Пак может умереть. Здесь ловят. Кого нет, никого не ловят. Шадоу Демона цепляют. Шадоу Демона явно отсюда никуда не улетает. Эксесс пытается себя засейвить. Но Эксесс отсюда явно никуда не отпустит. Минус Эксесс. Два. Вновь размен. Также ещё ловят Майсмуна. Майсмун получает Хекс. Это Пак. Пытается откидаться. Дает по всем царе, если по-моему это недостаточно. Есть Хелен Вард. Они тоже нету Хелен Варда. Джиггернаута. И снесут ХГ без проблем. Вот снесли ХГ и принялись за Барак. И вместе они снесут Барак пока что нет. У нас Селдер Титана пока что нет. Шадоу Демона. Хотя вот Селдер Титана воскреснет. И всё будет немножко хуже у Виннид Майни. Просто потому что Титан потом надоест своими с нами. Итак. Питон. Нет, решили отойти на Рошан. Итак, здесь принимают Джиггернаута. Джиггернаут. Пошёл корабль. Корабль Вайда. Нет, не корабль Вайда. Все отошли. Все живо. Ну, просто сейчас сходят похилиться на базу. И потом через базу пойдут на бот. И зайдут на Рошана. В принципе за Рошана 5 бомжам можно драться. Если, допустим, в теории уводит отсюда. Вот вылетит сюда с хроносферой. Ну, таймволк какого у него там уровня. Примерно рейндж. Ну, таймволк действительно неплохой рейндж. Ну, то есть вот досюда, я думаю, он сможет долететь на таймволке. Пройдёт ещё пешком пару метров. Поставит хроносферу хорошую. Дальше залетит до Аф-сприттер, пак. И это всё в теории. На самом деле, если может быть, что Шторм Спирит что-нибудь испортит. Что же Гернаут может стоять здесь. Или же Бэтрайтер просто отсюда напрыгнет на Вайда. Не даст поставить хроносферу. И везёт его, не знаю, сюда пока, чтобы забирать Рошана. То есть здесь множество вариантов, что же может быть. У Шторм Спирита 17 зарядов Блутстоуна. И что же он будет делать с 17 зарядами Блутстоуна? Откидывает своё. Из-за арбы пак. Появляется у Элдер Титана. Айфор Лэнс. Ну и что же, и ещё у Шэдоу Демона Айфор Лэнс. Итак, там тем временем у нас Девардит на Рошане. Ну вот, первая подготовка к Рошану Девард. Пошли, сломали Вижен. Сейчас поставят свой. Да, вот, поставили свой. И это Рошан. И с Рошаном зайдут на мид. Уже здесь нету тертревушки. Так что это будет ещё легче. Снесут Бараки, предварительно постаравшись им вайдать. Опять бомжи. Опять бомжи, соответственно, постараются откидаться. Так ставится Хилен Вард на хайграунд. Соответственно, захиливает он Питона. Но снять его невероятно сложно. Итак, Рошан начинает потихонечку падать. Как потихонечку. У него же половина ХП нет. Кстати, там Питона появляется Башер. Но вот такая сборка на чекернату не по душе. То есть у него уже по 200 урона. И при всём при том, что, во-первых, можно апнуть скул Башер. И, во-вторых, можно заменить два слота. Итак, Пак. Пак Верене у нас ловит кого? Пак ловит Бэтрайдер. Бэтрайдер пока что не знает, что делать. Бэтрайдер принимает тебя ветради с Верене МФФ. Ловит Майсмуна. Майсмуна должны забирать. Отлично! Хроносфера в никуда. Возвращает Майсмуна в рекоменду в хроносферу. ФФ. ФФ должен жить. ФФ хочет кастовать свой фингеровый деф, но не получается. Так сбивается. У нас в итоге Ленка. Но она сбилась у нас с Лосом. Должны забирать фейссвейт. Да, минус фейссвейт. Минус также у нас Лдерстан. Забирают Ишину у демона. Два в три размен. Пак остается в живых вместе с Тимберсовым. И выбивают гем. Ну вот, не скастовал свой фингеровый деф Леон. Не хватило ему кастайва. Залетело пару лишних башек, которые не должны были, по идее, залетать. Ну и... Винитмане. Хорошие файты, действительно. И хроносфера была отвратительной. Во-первых, у Вайда появилась Ленка. И Бэтрайдер дал туда свое лассо. Если бы Бэтрайдер не давал лассо в Ленку, то я думаю, что Леон бы вышел, во-первых. Бэтрайд бы вышел, во-первых. И вообще все было бы хорошо в Винитмане. Но сейчас вот эта Ленка действительно очень много сделала. То есть Ленку, по сути, сейчас сбивать у них нечем, кроме Креста. И могут себе позволить делать что угодно. Итак, заходят крипы по миру. Проводят, конечно, иллюзии в пуш. Все спят, и один гордый крип заходит на хайграунд, который начинает пилить бараки. Что же. Самое главное, что сделали у нас в Винитмане, это забрали Аегис. Кстати, они потеряли Аегис в драке? Они не потеряли Аегис в драке. Это был второй Рошан, но на третьем Рошане уже будет у них сыр. Да, разрывает Реним связку. Да, пытается поймать. Тот нажимает Мекку. Вот он очень долго живет. Адет, конечно, сейчас много золота. Так же оно... А, еще и Геем отдает, что немаловажно. Но... Это саппорт. Стоит ли идти или нет. Потому что это сильный магический каст. Адмирал очень сильно контрит Тимбера своим крестом. То есть, Тимбер у нас летает туда. То есть, представьте, все туда, сюда, туда, сюда. И неожиданно возвращается куда-то... Сюда, на крест. Ну, конечно же, в теории. Криво по замесу. То есть, у него летается крест. Он пытается уйти. Никуда не уходит. В него влетает огромное количество скиллов. Там кораблик влетает. Также Торан взрывается. Ну, вы поняли. Итак, в Смоках выходит тиренем Виннидмане. Имеется у Шторма, конечно же, Аегис. Прошло уже около трех минут с Аегиса. То есть, у него сейчас остается где-то две минуты с лишним жить с Аегисом. И появляется Sky of Vice. По золоту преимущество около 10 тысяч у Виннидмане. И по экспириенсу около 7500. Итак, Бэтрайдер. Пропадет у него Аегис через 2 минуты. Действительно, сон. Вот, не спалили. Не спалили Бэтрайдер. Нет, все-таки видит Бэтрайдера. Или кончился Смок. Что там? Кончился Смок просто-напросто. Я уж подумал, что слишком далеко на таком рандже. Вот, спалить Бэтрайдера Смок. Даже если на таком. То есть, все равно довольно-таки большой рейндж. Итак, Бэтон. Хорошо все заявил. Ну, и заходят ребята на хайграунд. Ну, вот они начинают откидываться. И начинается противная дота. Дота это противно тем, что есть чем откидываться у 5 бомжей. И они будут стараться откидываться. Но вот Виннидмане начинает пилить рейнджовый барак. То есть, здесь может Тимбер влетать на Даггере. Вот так вот делать, как мы видим. Срезать Бэтону очень много здоровья. Ну, и Хроносфера, да ладно. Хекс пошел. Но снимают, неужели? Боже мой, почему так все плохо? Почему так все плохо сделали он? Убивает тем временем здесь у нас сразу же Джиггернаута. Отличная Хроносфера была. И ничего не может сделать Майлик. Майлик, ну и просто поддержал немножко у нас волосо Тимбера. Здесь у ФФ очень-очень больно. Господи, какой же сильный воин, серьезно. Он идет и башит. Просто миллион баш у него имеется. Пытается улететь у нас Флёр. Флёр также улетает подальше еще немножко. И Тимвайп, и Нидмайя, 5-5 вамжей все-таки смогли Тимвайпнуть своих оппонентов. Ну что же, опять Хроносфера. Опять очень сильно решает Хроносфера. Воид очень и очень сильный персонаж. Ну и что же, Воид. Вылетает на Вайда. Ну и Воид, конечно же, снимает себя все диффузами. Но стоит ли ему дальше драться с Плюром? Хотя нет, Плюром просто улетает с ТПшки, не решается с ним драться. Но вот Нифрид потратил еще один заряд диффузов. Скоро-скоро соберет себе Монту. И уже точнее собрал себе Монту. И теперь точно ему никто не страшен. Потому что есть Линкен Сфера, есть Монта Стайл. И огромное количество урона. Ну вот, почему нельзя было попасть Хексом, не знаю, по Леону. Или там себя сам снял Хекс с диффузами Воид. Вот, я не знаю, как там. Я слышал звук Хекса, но... Что все-таки там было, я не понял. Итак, Тимбер в Сайленс был. Здесь у нас Питон. Питон. Продолжается игра. 36-ая минута. Виннид Мани не лидирует уже в 2000 по золоту, по экспириенсу. И тем более, они не лидируют. Ну и появляется Монта Стайл Войда. Ну просто вот этот противный персонаж. Серьезно, вот. Этот персонаж самый противный. Воид, один из худших персонажей Доты из-за своей Хроносферы. Это массовый стан у Кора на сколько там секунд? Через БКБ, через все действует абсолютно. На 5 секунд. Да, просто 5 секунд Хроносфера. По-моему, ничто не станет на 5 секунд через БКБ. То есть у нас есть Сайленс. Насколько там секунд? 15. Ну это Сайленс. А есть Стан. По всем. Во-первых, Сайленс у нас на одну цель вешается. А здесь просто по всем. То есть я понимаю, что по пятерым ты хрен дашь. Но по двум-трем ты можешь дать Стан. В итоге это твой 5-секундный Стан. Если считать по трём персонажей, превращается в 15-секундный Стан. Хоть и без дамага. Но всё-таки это контроль. И ты дальше ходишь и убиваешь под этим куполом. Ну и что же. Нефрид. Здесь Майлик. Пытаются опушить топ. Ну а здесь можно принять их как раз-таки. Но нету некоторых персон на топе. То есть Гернаута нету, не то Шторм Спирита, не то главных коров. Пытаются сейчас найти у нас 5 бомжей своих оппонентов. Ну и что же. У нас снова часовая катка что ли будет. Ну похоже на то, что снова часовая катка. Итак, Тиндерсоул, 20-й левел. В скором времени появится у него Аганим. Тут Джигернаут решил подсплисить. Браки всё ещё стоят у 5 бомжей. Тут Питон откидывает свои иллюзии. Ну и в скором времени у него появится ведь ещё и Абисл Блейд. То есть будет чем контролить Бака. Но вот по-прежнему нужно как-то сбивать Линку, Фейсоус, Файду и дальше давать по нему баш. Потому что Линка действительно очень-очень сильно мешает. Итак, подкопы. Плюс он себя может снять с себя ещё всё диффузами. То есть тоже очень-очень сильный артефакт этот. Так, Леон. Джигернаут покупает себе Абисл Блейд. Ну и хотя бы прибавляется контроля у Винни Дмайя. Хотя есть же ещё и Хекс у Странспирита. То есть контроля действительно хватает. Но Хексов почему-то я в драке не вижу. Ну, возможно, не те драки, которые нужны у нас. НВМ присутствуют. Но ладно, посмотрим. Посмотрим, что же будут делать дальше. Ребята, итак. Шторм. Шторм. Кстати, у Шторма 20 бустонов. Шторма, по-моему, вообще не забирали в последние минут 20 уж точно. То есть он два раза где-то умер в начале. Подфидил Паку там чуть-чуть. Ну, и на этом его фит закончился. Дальше он ходит и он убивает. Итак, на боте вышечка-то начинает у нас падать. Тут ещё и Питон отправляет свои иллюзии. Вперёд, и Питон. Это Рошана ещё. Минута 30. Тут Плюр рядом. Ну и в итоге... Третий, кстати, у нас будет уже Рошан. Или, да, по-моему, всё-таки третий Рошан. Как раз-таки этот Рошан уже точно будет сырным. Ну и... Что? Знают ли о Рошане? То есть он будет только через полтора минуты. Должны уже как-то сдаются в очереди. Вот хотя бы Пак проверил. Понимал, что минимальный тайминг уже мог пройти. Да и к тому же мало ли что там есть. И минута до Роши. И что же будет на Рошане? Скорее всего какой-то файт. Файт, который решит исход битвы. Но опять, посмотрите. У нас только графики поползли вверх. Как... Точнее, да. Только графики поползли вверх. Вроде бы из такой ямы выбрались вверх. Как опять начали потихонечку спускаться. Прям потихонечку. Ну, перефармливают просто Винитмани своих оппонентов. Из-за того, что они подфармливают вообще всю карту. То есть, как минимум... Вот эту часть Гатэ контролируют. Ну, а это переходящий спот, а самом деле. Где-то у нас вот тут вот проводят. А так, где сегодня Бэтрайдер прыгает. Бэтрайдер неужели он? Он Лассо дал просто в линку. Хотя вот дальше улетает у нас Штурм Спирит. И неужели Пак? Пак? Пак должен умирать? Пак должен умирать? Пак умирает? Здесь еще отличный штан. Пытается убить нас. Отличный охрана сфера. Так, охрана сфера, который может лично Питон. Нажимает свой Омни Слэш. Очень больно бьет с Омни Слэш. Хотя так себе он бьет с Омни Слэш. И так Питон. Питон у нас умирает. Умирает также Элдер Титан. Должны прибивать Нефрита. Нефрит. Минус Нефрит. Остается последним Тимберсом, которого должны так же забирать. Ну и что? Будут заходить на хайграунд? Будут ли избивать Барак? Хотя бы один Барак должны забирать. Но Крипы очень-очень далеко. Сейчас очень-очень много отдали. Ладно, не очень много. Отдали всего полторы тысячи преимущества. Но опять же, хриносфера была, но урона под эту хриносферу уже не было. То есть Тимберс сам попал в эту хриносферу. И поэтому он немножко подфейлил это. Подфейлил весь красивый замес. И так, у Шторма Шива. И так же, ну просто посмотрите, что у Шторма. У Шторма просто куча всего. Что ему нужно, у него есть. И 23 Блодсона. 23 Блодсона. Жалко, что Блодстоун мне дает реген ХП. Если бы еще давал реген ХП, я думаю, Шторм вообще бы был бессмертен. Ну вот, 72 маны в секунду. 72 маны в секунду с еще одним свободным слотом. На самом деле, 72 маны ему должно уже хватать. Поэтому он, не знаю, соберет себе что-ли БКБ какой-нибудь или Ленкин Сферу. Ну, в общем, что-то я думаю на сейф или же на Димбич. Не знаю, рапиру возможно. И посмотрите, у Шторма просто нереальное количество дамага с руки. Просто 250 урона с руки плюс оверлод. Ну, очень силен Шторм Спирит даже на поздних стадиях игры. Появляются травола у Бетрайдера. И так же скупает он себе капли. Ну что же, наверное, стоит отдать все-таки Айгис Джаггернауту. Ибо Шторм Спирит у нас вообще не умирает. Но вот пока что не знает об этом Рошане. И заходит на Рошана в смоках. 5 бомжей, 5 бомжей. Будет ли у нас сейчас скан? На Рошана заходит 5 бомжей. И никого там не находят. Ну что же, начинает сами забирать. Итак, Пак, Пакич кидает бутылку на Рошана. Знает, что есть Рошан. Знает, что там у нас также есть противники. Ну что же, догадываются друг о друге противники. Но вот кто же сыграет более неожиданно. Если что, там есть ли у Леона что-нибудь. Есть Тир-2 Тавр, будь так, что будет быстрый ТП к Рошану. Питон тем временем решает подсплитить топ. И пока что Рошан не забирает. Здесь у нас еще и Бетрайдер снимает наконец-таки. Вижен теперь абсолютно без Вижена наиграют. Ну вот только здесь имеется на перетяжке у нас Вижен у 5 бомжей. Ну и что же, кто держит победу во второй карте. Потому что пока что снова ни одна команда не хочет проигрывать. И это видно. Они борются до последней капли. Здесь у нас все-таки дух Титана заходит на Рошана. Пытается проверить, что у нас там по Рошану. Ну и бедный Рошан стоит. И вот только сейчас выходит из берлоги. Итак, ставится сервер варфу. Питон забегает на Рошпит. Снова чекает у нас собственно дух Элдор Титана. Видит прекрасно, что забирает Питон у нас Рошана. Дает сон. Испухует с под этого сна в Плор. Ну, так думаю, во всем случае 5 бомжей. И идут забирать собственно сами Рошана 5 бомжей. И так. Бетрайдер. Бетрайдер все очень хорошо видит. Бетрайдер палит ситуацию. Ну, потихонечку Рошан падает. Вело так же спалили Бетрайдера. Бетрайдер здесь сейчас спирит отходит. Ну, и начинается вот эта вот война у Рошана. Давайте закинем Рошана скиллами. Конечно, у нас есть какие-то дальние скиллы. Вот второй, кстати, Чекрам появляется у Тимбера. Здесь что у нас? Тимбер. Чекрама на Рошана кидает. Ну, и Войт. У Войта бешеная скорость атаки. Я напоминаю, что у него дополнительный урон с башей имеется. То есть, по сути, если он забашит, то он нанесет 350 урона. 350 урона. Итак, теперь здесь у нас, посмотрите, вывозит иллюзию Войта. Но это опять же иллюзия Войта. Нужно прибыстрироваться. Нефирит живет. Пошел, мне слышь. И это два, мне слышу. Дальше нас пытается забрать эксцесс. Эксесс. Живет хроносфера отвратительная. Она на Майсмуна. Да ладно. Хроносфера просто на Майсмуна. И еще плещает палец по паку. Минус пак. Дальше пытается что сделать у нас плюра? У плюра нету Аегиса. Зон очень плохой. Не забрали нас даже Диерната Питон. Пошел Салинс по Элдор Титану. Пытается забрать нефрита. Нефрит. Ну и нефрит умирает. Отвратительная хроносфера была. Просто отвратительная хроносфера, которая зарунила сейчас, возможно, еще один файт пяти бомжам. Возможно, они бы с хроносферой проигрывали. Хотя, мне кажется, нет. Хорошая хроносфера была зарешала. Но опять в диспозицию ловит своих оппонентов в Винетмане. Итак, заходит по Мидо. Ну и начинает вместить здесь баракен. Что же, Питон. Питон очень рад, но там все-таки глиф. Точнее, не глиф, а бэкдор. Грибы на бочем заходят. Беля, один барак. Ну и принимают сюда второй. Пока что в Айда нету, можно делать что угодно. Серьезно, в Айда нет? Делай, что хочешь. Ой-ой-ой, как же здесь больно, чигурнал. Нужно добить барак, нужно добить барак, нужно добить барак. В любом случае, барак. Минус, хорошо, Питон. Почутили, не пожертвовал с собой. Сюда телепортируются. Твери, у нас в Бак. Ну и берут сюда сторону Питона. Сразу же Майлик откидывает, прикрывает своего тиммейта. Появляется Ленка у Шторма, как я и говорил. Ну и отходят парни. Так, Шторм Спилит. Уходит в топ, решают сыграть там. Итак, Шторм. Что у нас? Рошана не забрали, я думал, что у Айгису Шторма уже. Ёй. То есть можно зайти еще на Рошана и потом снова на Хайграунд. Ну, по сути, это такая, знаете, небольшая инвестиция в будущее, потому что забрали без Айгиса Хайграунд. Могли забрать с Рошаной и пойти на 2-х Играунд. Но как раз таки думаю, что так и поступили у нас в ЭВНМ. Пять бомжей идут сейчас пока на Рошана. Ну или сами они его заберут, а здесь у нас Бэтрайдер чекает Рошана Бэтрайдер. Бэтрайдер нутром чуть-чуть, что тут не так. Раз, перестали у нас дефать пять бомжей. Пять бомжей. Заходит на Рошана, чекает его, видит у нас Майликсеринием Духа. Помигал сразу, что здесь у нас кто-то есть. Взлетает. Ну и проверит, что нет у нас нарушения пять бомжей в ЭВНМ. И сразу же начинают выпарнивать. А там Агоним Улеона. И это уже сколько там тысячу? Тысячу урона. Тысячу просто магического урона массового. Если повезет, ну по двум еще нанесет тысячу магического урона. Но самое главное, что кулдаун до 20 секунд получается. Если выставит ману, то может пару раз даже дать Фингер за замес. Хотя, ну Фингер уж очень много мана стоит, серьезно. Просто невероятно много маны. 625. Нужно ему что-то еще здесь прикупить на ману, чтобы точно давать два Фингера. А иначе придется сосать на ману в замесе. И что же, продолжается у нас игра. Не готовы еще ни одни коллективы. Представить свою победу или поражение. Ну, поражение явно здесь никто не хочет признавать или он. Но вот что делает Леон. Он, посмотрите, просто берет и одним пальцем смерти убивает всех крипов. Еще вот начинает высасывать ману у крипов в лесу. Ну, правда, это проблемное занятие, потому что они тебя сразу начинают в ответочку избивать. Ну, и у них нету столько мана, сколько тебе нужно. Итак, Леон. Леон, очередной раз высасывает ману. Вот, может высасывать ману у крипов, в принципе, Леон. Итак, палец. Леон может очень-очень активно пушить. Ну, и плюс, конечно же, огромный в том, что Леон... Пушит линия. Итак, воет, воет, воет. Ушитать хроносферу и снова на ультраса. Боже мой, что сегодня с Вайдом? Пытаются засыпать ультраса. ФФ хитает сиренем у нас с Леоном. Нажимает нон-бкб на одно по сути Леона. Влетает корабль. У нас куда? Коравль пока что никуда не влетает. А снова отвратительная хроносфера. Убивают нас. Быстрее, что темно так же отъезжает под хроносферой. Леонтарстам пытается догнать Вайда. Воет. Воет тратит последний свой заряд дипузов на то, чтобы пытаться уйти. И так, ну, не Фриду, не сбивайте депорт. Но хроносфера была отвратительной. Снова. Снова Воет заруинил игру. Серьезно. Сколько мощные эти парни устроили после первого матча? Это забей. Но вот то, что они сейчас попадают после всего этого еще и хроносферами, это в два раза хуже, понимаете? У нас воет какой-то второй, третий раз стоит хроносфер на своих тиммейтах. Но это очень плохо. Но если бы он ставил отличный хроносфер, то давно бы, я думаю, 5 бомжей уже выиграли. То есть здесь проблема в Вайде. Там и под хорошую хроносферу. И умеет попадать, я думаю, в любом случае у нас Титан, если там питает полностью на Пака, на Фулману. Пак, тем временем, просто прячется. За Паком даже лететь и забирают. Рошана, здесь Плюр. Ну, вот, посмотрите, Плюр очень агрессивно играет. Просто Плюр ничего не боится. Плюр влетел на Фулману. Чуть ли не убил Пака. Если бы не был Тусор, он убил бы Пака. Ну, и сейчас должны заходить на Хакера. Хотя вот подождут сначала, собственно, Леона. Леон пойдет со своими тиммейтами. Закупает еще и Томик опыта. Парочку Томиков опыта. И, в принципе, пока что не хотят еще заканчивать игру в НМ. По графике там уже около 12 тысяч преимущества по золоту, по экспириенсу где-то 14 тысяч, но и Аигис у нас куча вернаута, а сыр у Бэтрайдера. То есть здесь уже преимущество идет много больше у ВНМ с этого Рошана, нежели бы чем было с прошлого. И к тому же 5 бомжей теперь зажат на базе, потому что они слабее сейчас в тимфайтах, если снова промахнется хроносферой. Хотя, знаете, проблема в 5 бомжей в том, что им нельзя драться вне базы. То есть, в ВНМ, я не думаю, что поставить плохую хроносферу, если враг будет вот здесь вот, а его команда будет здесь вот. То есть, здесь все просто. Влетаешь и ставишь хроносферу только на врагов. А здесь, то есть, ты влетаешь, ты не знаешь где, что, ты паникуешь, тут вроде бы можно перекрыть, поставить хроносферу, а можно ее и не ставить. И ты ставишь его еще на своего. Оказывается, драка у нас где-то вообще тут. И потом ты идешь сюда. Ну, в общем, проблема в позиционке, в драке. Нужно, нужно тащить мне позиционку. Теперь, здесь у нас должны поймать бетрайдера. Бетрайдер. Ладно, бетрайдера оставляют в покое. Здесь питон. Питон продолжает фармить. Ну и питон с айгисом может зайти на хайграун. Тем временем здесь еще и иллюзию питона пытаются, из иллюзии питона сделать, сделать иллюзии питона. Там в топе у нас что? В топе пак, кстати. И на пака выходит. Пак, пак, пак. Пак пытается улететь. Ну, где штормспирид? Штормспирид улетал. Нет, штормспирид не улетал. И в этом одна из главных ошибок. Но, в итоге, отпускают пака. Возможно, сейчас стоит пойти по топу как-то спушить. Но, а что на Рошане? На Рошане две минуты действует айгис. То есть, еще где-то он будет действовать, ну, минуты, я думаю, три. Ну, как я думаю, конечно же, три. Итак. ФФ. Сразу же питон подключается их в пуши. У питона просто уже есть кераса. У него есть рецепт на вторые диффуза. Он себе, собственно, несет и керасу, и вторые диффуза. Но вот, что выложит вместо керасы? Возможно, он оставит второго курьера здесь, чтобы как только потерять айгис, нажать Ф3 и принести себе керасу. Время выход у нас на питона. Питона очень-очень больно. Питон живет по-прежнему. Да ладно, питон раскручивается и выживает. Питон. Питону нужно бежать. Питон. И здесь пошло. Да ладно, не успевательненько накинуть. Как же, что по таймингам делают винидмани? Итак, просто разминялись скиллами. Ну, очень-очень больно питону делают. Просто нереально больно. Тот с хиленом тотем отхиливается. Нужно кого-то цеплять за такую наглость, что распирис летает. Сразу же влетает у нас, собственно, в Майсмуна. Майсмуна можно цеплять. Майсмун. Майсмун. И здесь питон начинает в ответочку бить. Ну, вот, хорошая хроносфера. Наконец-таки, поднимают у нас Майсмуна. Питон, если что, с Аегисом. Так что, раскастует в любом случае свой. Он не слышит, не раскастует. Теряют Аегис. Нужно забирать Майсмуна. Майсмуна. Майсмуна забирает или нет? Да, пытается брать Майсмуна. Майсмун живет. Майсмун. Майсмун живет. Майсмун живет. Минус наконец-таки Майсмун. Цепляет война. Нефрит. Нефрит отъезжает. Нефрит отъезжает или нет? Ну, как минимум, Пак должен умереть. Да ладно, Нефрит отъезжает. в миду делали здесь на моих x пытается мой сможет сделать мой смол должен за это забирать тебе быкать еще у нас и вводишь выход на 2 ну а в это время и люди жигернаута ломают хайграун тут смотрите должны забирать нефрит они прицел за 5 тимберсов после бэйбэка 2 бэйбэка уже было сделано питом питом дает кошки банифрит и должны брать после бэйбэка умирает нефрит боже мой еще забирает воду кубе у смотока вот тимбер остается один пути вы выглядеть стал здесь шторм спирит у нас 33 был словами питом это хорошо отходит бэйбэк пока был призван проезжать уже 4 бэк и там серии кстати у нас мы смена уже имеется hex питон ставит хилен тотем у питона и туа егиса пошел у нас сальс по моему на моему вот и майсмун может быть теперь будет воевать только со шторм спиритом это вот майсмун вряд ли побоюсь со шторм спирита то что шторм спирит очень очень силен но покой питон еще прививать майсмун на майсмун очень очень больно майсмун майсмун ну а ломает ему по штурмам голову пытается заценить его xs минус xs также мать он уходит на тагера здесь вы прикрывает его покрыта это даже спирит вешаться вешаться линка на майсмун а и плюр плюр ну вот линка должна сейчас уже упасть ну и в итоге вылетает на свою x но себя все снимает не ксфера хорошо действует майсмун откидывается хикс он пытается убежать но если он умрет бэк это скорее всего такая минус он за бэк а ну и питон до сих пор жив то есть проблема в этом питон жив и потом продолжает убивать и у вас 4 бэк а не спасли вас от того чтобы вы умерли еще раз и здесь посмотрите у нас пакетч пытается заманчить от битрайдера здесь сбивает ему линкин сферу должны ловить пока пак пытается конечно же уйти но дойдут при паку уйти ультраса уводят пошел хекс по паку мадока минус мадока минус ультрас и это гг и майсмун прописывая гг и это 20 винит мани выходят на лан финалы в game show open сезоном пятом ну что ж поздравляем мы этих ребят с победой ну и действительно достойные соперники две игры по часу было видимо отмели гг юзают глиф ну ладно их дело думаю что сейчас могут отдыхать там есть ли у вода хроносфера я будет просто стоит уже в афк будет просто стоит в афк и такой хроносфера хотят а очень очень больно такие просто нас должно упасть трон а нефрит нефрит разбирается нефрит нефрит убивает 1 но там падает трон и этом большая проблема это на это вся проблема там ломается вашу голову прописать еще раз не перед ггвп и крипы сейчас проснуться и начнется хаос либо просыпается и минус трон ну что ж ребят спасибо что смотрели для вас работал я фастер онлайн и спасибо еще раз до скорых встреч